Радио Звезда Радио Звезда В рядах заговорщиков были дипломаты, ученые и даже один первооткрыватель. Капитан-лейтенант Константин Торсен участвовал в экспедиции Беллинсгаузена к берегам Антарктиды. Его фамилией был назван Тихоокеанский остров, открытый во время плавания. Правда, после восстания название сменили на остров Великий. Кроме того, среди участников этого восстания, романтического и безрассудного, было немало поэтов. Об одном из них расскажет наша короткая рулета. Теперь буду знать. Кто там? Курьер. Доставка товаров на дом. Ха, я уже было подумал, что вы заблудились. Ну, где же моя книга? А вот она. Вот здесь, вот здесь, пожалуйста, распишитесь. А что, действительно уникальная книга? Как называется, если не секрет? История русской поэзии. О, стихи, что ли? Ой, стоило из-за них такие деньжища платить. Вон, в интернете все можно скачать. В интернете, говорите? Ну-ка, зайдите на пару минут, я вас не задержу. Скажите мне, милостивый государь, откуда, например, вот эта строка «белеет парус одинокий» из какого стихотворения? Это парус Лермонтова. А вы что, школьный преподаватель, да? Я поэт, и как поэт официально вам заявляю, что строчку «белеет парус одинокий» написал не Лермонтов, а совсем другой человек. Александр Бестужев, декабрист. Это строка из его стихотворения. Интересно. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан в руках весло». То есть вы хотите сказать, что Лермонтов стащил у Бестужева строчку? Ну и что? Это ведь нельзя назвать плагиатом? Ну, подумаешь, там, одна строка. Одна строка. Да одна строчка может решить вообще все. Ну, к примеру, гений чистой красоты. Ну, это же Пушкин. Я помню чудные мгновения. Ну, сами вы, Пушкин. Эта гениальная строка принадлежит Василию Жуковскому. У него есть стихотворение «Лалла рук», а в нем такие строчки. «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». Так что ж получается, и Пушкин использовал в своих произведениях чужие строчки? Вот именно. Причем Александр Сергеевич лично просил издательства печатать эти три слова «гений чистой красоты» курсивом, что указывал на цитату. Но, однако, позже про курсив там либо забыли, либо решили, что он просто не нужен. Да, веселенькое дело. И много таких вот примеров? Да, множество. Ну, там, к примеру, цитата «Рожденный ползать летать не может». Это откуда? Ну, как откуда? Это «Горький» песня о соколе. Ха, вы хорошо учились. Да только вот «Горький» тут ни при чем. Это фраза из басни Ивана Хемницера под названием «Мужик и корова». Вот что-то о такой басне я ничего не слышал. А зря. Эта басня ведь рассказывает о мужике, который решил оседлать корову. А она под тяжестью его тела упала. Там такие строчки есть. А потому должно знать, кто ползать родился, тому уж не летать. А Максим Горький взял, да и переделал эту фразу. «Рожденный ползать летать не может». Вот такие дела. Ну, ладно, бегите. Вы же курьер все-таки. Точно. Я и забыл совсем. Значит, строчку «Белеет парус одинокий» написал не Лермонтов, а декабрист Александр Бестужев. Надо запомнить. Всего доброго вам. До свидания. Век живи, век учись. О, так это ж Козьма Прутков сказал. Это сказал римский философ Синека. Полностью его фраза звучит так. «Век живи, век учись тому, как следует жить». Ну, всего доброго. До свидания. Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда». Мы продолжаем нашу программу и говорим сегодня о декабристах. Изначально восстание было запланировано на лето 1826 года. Если бы все шло по плану, заговорщики могли бы войти в историю как июнисты, июлисты или даже августята. Однако выступление было ускорено смертью Александра I в ноябре 1825 года. Наступило безвластие. Присяга новому императору Николаю Павловичу была назначена только на 14 декабря. Декабристы и решили использовать это междуцарствие, чтобы вывести войска на Сенатскую площадь и потребовать у членов Сената обнародовать манифест к русскому народу. В нем провозглашались отмена крепостного права, политические и гражданские права и свободы, вводилась общая воинская повинность. Формальным поводом для восстания стал отказ от присяги Николая Павловичу в пользу другого претендента на престол Константина Романова. Существует даже легенда, что декабристы призывали солдат кричать «Да здравствует Константин! Да здравствует Конституция!» Объясняя, что Конституция – это жена Константина. Как писал Георгий Чулков в книге «Императоры. Психологические портреты», император Николай Павлович уже знал о готовящемся восстании. Послушаем отрывок из этой книги. Читает Владимир Солдатов. Рано утром 12 декабря из Таганрога прибыл полковник со срочным донесением Дибича о раскрытом заговоре в гвардии и среди офицеров Южной армии. Неопределенный и неясный страх перед какой-то опасностью, владевшей душою Николая, теперь, когда он прочел сообщение Дибича, стал уже чем-то несомненным и близким. «Это уже не предчувствие, а сама грубая действительность. Смерть стояла совсем близко. Николай понимал, что тут не может быть компромисса и сентиментальности. Гвардия привыкла играть коронами, как мечами. Он сознавал, что в эти два-три дня решится его участь, быть ему самодержавным императором многомиллионной России, или валяться где-нибудь на ковре зимнего дворца, изуродованным и задушенным, как его отец Павел. Когда Николай вышел за дворцовые ворота, площадь была усеяна народом. День был пасмурный, и хотя мороз был некрепкий, было холодно, потому что дул северный ветер. Синеватый туман клоками ходил низко, и от этого казалось, что все вокруг как будто плывет куда-то, как будто все мираж. Опять подошел Милорадович и сказал, хмурясь, «Салава маль, иль маршан он сена, межавелер парле». «Дело плохо. Они идут к сенату, но я поговорю с ними». И генерал ускакал. В это время подоспел первый батальон преображенцев, и Николай сам повел его и поставил на углу Адмиралтейского бульвара. Здесь мелькнула перед глазами Николая Павловича фигура полковника князя Трубецкого, и то, что он быстро удалился куда-то, казалось Николаю Павловичу зловещим и неприятным. Когда флигель-адъютант Голицын прискакал с известием, что Милорадович пытался говорить с мятежниками, и какой-то штатский смертельно его ранил, Николай, сосредоточенный на мыслях о защите дворца, принял весть как будто равнодушно. Но где-то в глубине сознания запечатлелось, что это уже настоящая борьба, и что теперь дело идет о жизни его самого, Николая. Дойдя до угла Вознесенской, и не видя еще конной гвардии, Николай приказал преображенцам остановиться. Со всех сторон сбегался народ. Мастеровые, дворовые, разночинцы, все толпились, теснились, запруживая улицу, напирали на солдат. Из площади неслись крики «Ура!» и какой-то неясный гул. Николай попробовал послать конницу. Сначала пошла в атаку конная гвардия, но лошади скользили от гололедицы, да и палаши оказались неотпущенными. И пришлось вернуться обратно, унося раненых. Та же участь постигла кавалергардов. Было ясно, что еще час нерешительности, и Николаю Романову не быть на троне. Наконец, генерал-адъютант Васильчиков сказал Николаю, «Ваше Величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна кортечь». Николай сам понимал, что иного нет выхода. Но надо было сказать какую-нибудь историческую фразу, подходящую к случаю. И он сказал ее. «Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» «Да», — сказал Васильчиков, «чтобы спасти вашу империю». Тогда Николай зычно крикнул, «Пальба орудиями по порядку, правый фланг начинай! Первая!» Начальники повторили команду. Но Николай крикнул, «Отставь!» И выстрела не последовало. Так и во второй раз. Только в третий раз он решился стрелять. Но вышла заминка, «Пальник» не исполнил приказа. Тогда поручик Бакунин соскочил с лошади и, вырвав у солдата запал, сам выстрелил. Картечь ударила через площадь в карниз Сената. С крыши свалилось несколько человек. Конногвардейцы, озлобленные бомбардировкой поленьями, встретили выстрелы криком «Ура!». Второй выстрел ударил в середину мятежного каре. Началась паника и бегство. Император Николай одержал победу. На радиозвезда программа «Исторические заметки». Это был отрывок из книги Георгия Чулкова «Императоры. Психологические портреты». А наша программа о декабристах продолжается. В то время любая самая отдаленная связь с декабристами могла стоить карьеры или свободы. Репрессии могли коснуться даже человека, который с декабристами, в общем-то, никогда и не был знаком. Послушайте историю об одном из таких случаев. А вот была история. У князя Сергея Голицына, неистощимого куплетиста, весельчака, Балагура было смешное прозвище – Фирс. Так его прозвали дочери генерала Чернышева. Барышни прочитали в толкователе имен, что Фирс – человек рассеянный и в беспорядок приводящий. Прозвище прижилось. Но однажды выяснилось, что оно стоило Голицыну карьеры. Всем чины, всем повышения, всем места, а Голицын мимо. Он решил объясниться с шефом жандармов и руководителем собственной его величества канцелярии графом Бенкендорфом. Смею спросить ваше сиядство, отчего такая опала? Бенкендорф ответил сухо. А зачем вы, Фирс? Ваше сиядство? Да это шутка. Книга. Толкователь. Вы в книгу и взгляните в святцы. И резко прекратил разговор. Голицын бегом домой. Хвать святцы. Листает. Январь, февраль. Нет Фирса. Декабрь. Святцы выпали из рук. Фирс. Четырнадцатого декабря. День восстания декабристов. Служить Голицын не посмел. Женился. И вышел в отставку. Да уж, была история. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда». Тема нашей сегодняшней программы – восстание декабристов. Итак, летом 1826 года следствие было завершено. 13 июля в кронверке Петропавловской крепости были повешены пятеро декабристов. Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Михаил Бестужев-Рюмин. Во время казни Муравьев-Апостол, Каховский и Рылеев сорвались с петли и были повешены вторично. Как вспоминала потом Мария Волконская, перед смертью Рылеев сказал «Я счастлив умереть за Отечество» и добавил «Дважды». Большая часть участников восстания была сослана в Сибирь. За многими из них последовали жены. Об этом нелегком путешествии писала жена декабриста Просковья Егоровна Анненкова, урожденная Полина Гёбль. Отрывок из ее дневника читает Евгения Ионкина. Послушаем. Вернувшись домой после напрасной поездки на станцию, я тотчас же взяла билет в дилежанс и на другой день выехала. Перед отъездом, однако же, успела получить через одного из солдат в крепости записку от Ивана Александровича, в которой было сказано «Соединиться или умереть?». Вернувшись в Москву, я прямо поехала в дом Анны Ивановны Анненковой. Она уже знала, что сын ее отправлен в Сибирь, казалась опечаленную, даже плакала, но не предавалась горю. Напротив, еще утешала меня и всячески старалась рассеять мои мрачные мысли, но, несмотря на все ее старания, я ни на минуту не могла забыть, что Ивана Александровича везут закованного в Сибирь. В это время воображение мое следовало за ним и рисовало самые ужасные картины. Я впала в болезненное состояние, лишилась совершенно сна и аппетита. У меня оставалось только одно желание, одна мысль, на которой я вся и сосредоточилась. Это ехать в Сибирь во что бы то ни стало. Анна Ивановна все время отговаривала. То пугала Сибирью, представляя все ужасы страны дикой, холодной, уверяя, что я не в состоянии буду ни преодолеть все трудности такого дальнего путешествия, ни вынести всех лишений, какие меня там ожидают. То утешала меня тем, что сын ее не может долго оставаться в ссылке и уверяла, что он должен возвратиться не позднее, как через два года. Тогда никто не понимал еще колоссального деспотизма Николая. Все ожидали, что он еще опомнится, что это только так, захотел попугать, пошутить. Но Николай шутил шутки нехорошие, как узнали потом. Тогда все родственники сосланных питали надежду, что ссылка не будет продолжительной. Известно уже, как они ошиблись. Декабристы пробыли в Сибири 30 лет, вплоть до вошествия на престол незабвенного Александра Второго Освободителя. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда». Это был отрывок из дневника Просковьи Анненковой. А мы продолжаем разговор о восстании декабристов. Военнослужащие, замешанные в заговоре, были лишены чинов и разжалованы в солдаты. Даже герои войны 1812 года. Даже генералы. Подробнее об этом прямо сейчас. Теперь буду знать. Продолжаем нашу экскурсию по Зимнему дворцу. Посмотрите, перед вами знаменитая военная галерея. Портреты русских генералов, участников Отечественной войны 1812 года. Галерея была создана английским художником Джорджем Доум. Прошу прощения, у меня вопрос. Я тут мельком на картины взглянул. И вот что обнаружил. Раз, два, три, восемь, тринадцать пустых рамок. Все правильно. А вопрос-то какой у вас? А спрашивается, а картины-то где? Или это правда, что после восстания декабристов император Николай I приказал снять все портреты генералов-заговорщиков? Да нет, это заблуждение. Восстание декабристов произошло четырнадцатого декабря 1825 года. А картинную галерею открыли только через год, в 1826. Так что никто ничего не снимал. Николай I запретил рисовать портреты офицеров-заговорщиков. Вот как. Понятно, что ничего не понятно. А почему же тогда рамки пустые? Картины что, на реставрации? Нет, эти тринадцать рамок всегда были пусты. Так, ну почему? Английский художник Джордж Доу не успел вовремя нарисовать все портреты. Не успел, понимаете? Список генералов, а это триста человек, был утвержден, место для картин нашли, рамки даже повесили, а он не успел. Значит, англичанин заказ не выполнил? Нет, не в этом дело. К 1826, когда открылась эта галерея, многих генералов Отечественной войны уже в живых не было. И как прикажете рисовать их портреты? С какой натуры? Фотографий-то не было еще? Да, да. И вот тогда, из уважения к боевым генералам, было принято решение оставить места в галереи за ними. Пустые рамки тогда затянули, тканью зеленой, ну, подписали фамилия, звание. Любопытная история. Хотя нет, постойте, вы сказали, что царь запретил рисовать декабристов. А вот это чей портрет висит? Князя Волконского, заговорщика. Как такое может быть? Не, ну, тут все просто. Портрет Волконского, единственного из всех декабристов, был написан в 1823 году, задолго до восстания. Когда князя арестовали в 25-м, Николай I запретил вывешивать его портрет. А в начале 20-го века портрет уже отыскали и в галерее разместили. Вот такая история. Ну, а мы проследуем с вами дальше. Прошу за мной. Вот это да, художник не успел нарисовать всех генералов для галереи 1812 года. Рамки так и остались пустыми, но их все-таки подписали и правильно сделали. Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда». И мы продолжаем программу «Исторические заметки», которая посвящена восстанию декабристов. Писатель и государственный деятель Александр Шишков, который был в составе высокого суда, отчасти не согласился с приговором. Он предложил не просто ссылать участников заговоров в Сибирь, а составить там из них академию, чтобы своими знаниями они развивали далекий край. Правда, царь мнение Шишкова не поддержал. «Одиннадцать жен декабристов поехали за своими супругами в сибирскую ссылку». Некоторым заговорщикам повезло больше, ведь ссылали не только в Сибирь, но и в Краснодарский край. Кстати, там о декабристах напоминает одно экзотическое растение. Послушайте, какое. Моя Россия. Радиопутешествия. Тюльпанное дерево. Краснодарский край. Полчаса на электричке от станции Лазаревская в сторону Сочи. Курортный поселок Головинка. Здесь, недалеко от железнодорожной станции, в полукилометре от устья реки Шахе, на территории бывшего Головинского форта растет знаменитое тюльпанное дерево. Можете ли вы представить себе, чтобы тюльпаны росли на дереве, а листья по форме напоминали лиру легендарного певца Орфея? Дерево поражает своими исполинскими размерами и древней шершавой корой. Его ствол напоминает ногу огромного доисторического слона. Родом этот экзотический гость из Северной Америки. Легенда гласит, что дерево сие посажено было в 1840 году руками самого начальника Черноморской береговой линии генерал-майора Николая Николаевича Раевского-младшего. Было у храброго военного одно мирное увлечение. Любовь ко всякого рода экзотическим растениям, которые он повсеместно внедрял на всем побережье. Генерал-майор самолично развозил по всем береговым укреплениям и фортам культурные растения для озеленения, расходуя на это значительную сумму денег. В середине 19 века на Черноморском побережье вовсю бушевала малярия. Разрешите должить? В моем отряде еще двое больных. А самым верным средством от болезни считался отвар из листьев и коры лириодендрона – тюльпанного дерева. Чтобы получить саженцы этого экзотического растения, Раевский написал письмо известному шведскому ботанику Христиану Стевену, который основал Никитский ботанический сад в Крыму. Присланные Стевеном деревца стали высаживать вокруг русских фортов в сырых болотистых местах, а рядом с ними строить лазареты. Любовь Ильинична, к нам тут еще один больной поступил. Вы уж отвалечку-то сделайте, пожалуйста, из нашего тюльпанного дерева. Прошло 170 лет. За это время самое первое тюльпанное дерево, которое Раевский посадил своими руками, разрослось. В тени этого исполина высотой 35 метров и размахом кроны 27 метров может укрыться более сотни человек. Возле легендарного дерева установлена памятная доска. На ней фамилии декабристов и надпись «Есть люди, след которых невластно стереть даже время». Головинка – известный курортный поселок недалеко от Сочи. Синее море, чистейшая горная река Шахе, 33 водопада, чайные плантации, форелевое хозяйство, настоящий рай на земле, в центре которого растет древо, тюльпанное древо Раевского. Краснодарский край, поселок Головинка. Это моя Россия. На этом наша программа завершена. Говорили мы сегодня о декабристах. Всего вам доброго. Исторические заметки На Радио Звезда Радио Звезда